Мишлен представляет За окном мы едем в машине, со мной красотка, мы на шипованной шине Не знаю, что будет за поворотом, но уверен, что буду на вершине Хоп-альбомчик, подписывайтесь, покупайте, не стесняйтесь Это очень мощно, Женька, очень Так аккуратно, ртука разогналась-то, подожди Что? Ты чего? Ты чего боишься, ты мне не доверяешь? Нет, я доверяю нашим шинам X-Ice North 4, тебе не особо доверяю, честно признаюсь, за рулем Я могу вытворять любые маневры с этими шинами, уж точно Смотри, как они, вот разгоняемся, контролируя дорогу, управляем, отормаживаем Все блестяще проходит Отлично, ну что, мы приехали в Заполярье, здесь темно, зачем ты мне сюда привезешь? Братан, если честно, у меня был план привезти тебя, вот то, что темно, это называется полярная ночь Полярная ночь, по моим планам, должна была позволить нам увидеть северное сияние Пока что мой план провалился Что делаем-то? Но я могу реабилитироваться, я предлагаю нам прямо сейчас поехать в таинственный лес И что там? Таинственный лес это, ну такая, по моему мнению, мини-копия северного сияния Там есть огоньки, там есть яркие пятнышки, там красиво, атмосферно и даже немножечко мистики Ну давай, вези меня к ярким пятнышкам Бег Полярный паркинг Арт-парк «Таинственный лес» Ты готов? Я готов Ты готов? Здравствуйте Здравствуйте Вы наш проводник в другой мир? Да, это наш вневременной портал, добро пожаловать Ого! Вау! Не, вот честно я, вот честно признаюсь, когда я сюда ехал и она мне сказала таинственный лес, я думал, что будет какая-то ерунда Угу Но я в шоке, правда Это очень красиво Камера, пожалуйста, снимите вот туда вот лучше, покажите людям, как это красиво Есть версия, что полярное сияние не явление природы, а сигналы внеземных цивилизаций И, кажется, те, кто должны принять эти сигналы, когда-то приземлились в этом лесу Подождите, тут есть такое у вас немножко замена северного сияния, правильно? Вы как-то так точечно свет расположили? Много людей как раз посещает парк именно в темное время суток, вечернее Понятно, потому что подсветка, да? Романтика! Что еще есть? Нам очень интересно Давайте пойдем смотреть, что есть Самое главное, конечно, художественная концепция Это вот есть основная художественная концепция, это самое главное Кольский полуостров пользуется популярностью среди искателей древних цивилизаций Артефактов присутствия, там, каких-то неземных цивилизаций, как бы, вот это то место, где можно их найти Друзья, пойдемте искать артефакты Я хочу смотреть, пойдемте Артефакты, артефакты ищем Наконец-то я найду свой золотой слиток, который так долго ищу Олег, ну вот скажите честно, но это же по-любому не настоящий снег, так красиво не может Да, конечно, это не настоящий снег, мы его сами лепили на деревья, каждый день с утра брали 10 пар рукавичек и облепали его снежком Вы такие молодцы, у вас золотые руки Я тебе говорю, это искусственный снег или настоящий? Настоящий Там есть Это девочка из Москвы, просто она нормальный, белый, чистый снег, никогда не видела, не обращайте внимания Что-то могли бы описывать только белки, это только на пользу Приятного аппетита, или как в Заполярье говорят, приятного аппетита, все, пойдем Ребята, правда, вот место для Нового года идеальное, я прошу вас, давайте отметим его здесь Я так понимаю, это первый артефакт, да? Это голова Альмека, их всего лишь 18 или 19, я боюсь соврать, они располагаются все в Мексике, никто не знает, кто их вообще построил когда-то очень давно Вот здесь 19 А как это произошло, кто ее здесь бросил, оставил как-то? Раньше материки были соединены, они потом расклеились, одни вот эти голубы уехали сюда, а вторые в Мексике остались, другие Здорово А скажите, а кто эти дорожки все делает? Или это тоже все нерукотворная природа, аккуратно сидит? Нет, дорожки делаем, конечно же мы сами, каждый день с лопаточками здесь бегаем, чистим Бывало такое, что просто после какого-то снегопада мощного приходим, и дорожки просто их нет Друзья, кстати, я начал немножко замерзать, и у меня вопрос Вообще, чтобы обойти весь наш лес, сколько нам понадобится времени? На самом деле не так уж и много, ну на этот год, в следующем году, конечно, будет это все побольше, помасштабнее Вот, я вижу еще О, парниша Парниша с острова Пасхи А, точно Стуканчик Смотрите, а мне кажется, мы похожи себе Да, ты не поверишь, но да Ну и когда-нибудь, мне кажется, в честь меня тоже поставят вот такой вот бюст Вы можете тезисно в трех предложениях или в трех словах сказать, почему люди обязаны приехать в этот лес? Ну это место для искателей, нет? На самом деле, не у каждого человека есть просто возможность взять, собраться, там, из дома выехать и поехать в лес погулять Потому что это нужно было ползать по сугробам, по пояс, как бы, а у нас здесь все как бы есть, приготовлено для этого Это что за Елена? Здравствуйте! Елена Орионовна Это инопланетяне? Да, судя по всему, это девочка Елена Орионовна Действительно, что это? Или кто это? Или кто это, да Ну, это инопланетное какое-то существо По части выделывание ноздрей вы вообще мастера, и там, и здесь тоже А есть что-то такое, типа, бывают иногда какие-нибудь достопримечательности, которые надо потереть и все исполнить Ира Надо придумать, ребята Ира Да Три нос свой, чтобы не замерзнуть и все сбудется, все будет хорошо Пойдемте дальше Вау Вау Это кто такой? Это чей-то домик или что это такое? Снежный городок Это чей-то глаз Смотрите на эти елки Елки Это сосны Это сосны? Это сосны Это елки Короче, суть не в этом Мы уедем скоро отсюда, в Москве таких нет такого чистого воздуха А можно я еще вам кое-что покажу? Пожалуйста, ребят Белого снега Ну что? Только можно, только, ну, отнеситесь к этому Запомни этот момент и готов Я хочу вам еще один момент показать Давай Итак И просто упадите назад Давай Раз, смотри Оп! Смотрите это звезды, видите? Не знаю, не знаю Не, вы давно видел звезды? Нет, подожди, подожди Да, звезды Думал ли я когда-нибудь, что буду лежать в заполярье в компании малознакомых людей и смотреть на звезды, причем валяешь в сугробе? Ааааа Жизнь удивительная штука Мы смотрим на звезды, а они смотрят на нас И, может быть, когда-то чудеса таинственного леса привлекут пристальное внимание гостей из космоса. Олег, спасибо вам огромное за столь замечательное приключение. Было просто невероятно красиво. У вас такая красота, спасибо. Пожалуйста, приезжайте еще. Кстати, возможно, вам сегодня повезет, и вы увидите северное сияние. Ну вот видишь, твоя мечта сбудется. Пожалуйста, сделайте что-то, договоритесь там с ними. Все, до свидания. Спасибо. Спасибо вам. Пока-пока. Приезжайте в гости. До новых встреч. До свидания. Ребята, если у вас есть идеи каких-нибудь невероятных путешествий по России, так присылайте нам их вот сюда, на этот адрес. Путешествуйте по России. Это невероятно круто. Рули зимой. И помни, что хорошие шипованные шины – залог безопасности на зимних дорогах. Вот так. Северное сияние. Неважно, лед под колесами или асфальт. Шины Michelin X-Ice North 4 дают контроль над любой зимней дорогой. Так что смело планируйте новые путешествия. Все дороги северной зимы послушно лягут вам под колеса. Рулите зимой вместе с нами. Проект «Рули зимой». На теплой волне в Заполярье «ФМ». Ты вставил эту шутку! Конечно. Я ее придумал, я ее и вставил. Нет, он ее не придумал, я ее украл. Покажи ему удар. Эй, ты сюда, по-братски, я сейчас тебе уши сломаю, Вазя. Понял? Вот примерно так же выглядит. Посмотрите. На эти сосны. Это елки. Елки? Да. Откуда ты знаешь? Это елки. Елки, да? Да. Стоп-кадр, это мы вырежем. Мы не вырезайте, ребята. Друзья, посмотрите на эти елки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok